Для Сочи Международный инвестиционный форум такой же бренд, как и Зимняя Олимпиада. С той лишь разницей, что Олимпиада была один раз, а форум уже 13. Проводимый регулярно с 2002 года, он приобрел популярность и авторитет, как площадка, на которой реально делается бизнес. Контракты, заключаемые на форуме, исчисляются сотнями миллиардов рублей. Представители органов власти, бизнеса и общественности встречаются здесь, чтобы услышать друг друга. Пленарное заседание форума провел председатель правительства России Дмитрий Медведев. Его выступление транслировалось во всех помещениях Олимпийского медиа-центра и в прямом эфире некоторых федеральных каналов. Однако будет не лишним вспомнить отдельные тезисы. Речь шла о новой региональной политике в современных условиях. У нас возникает ощущение, что, ну не все, но во всяком случае многие наши западные партнеры перестали признавать тот факт, что в России есть свои национальные интересы. Что в географическом центре Европы сегодня убивают тысячи людей. что по сути вся система европейской безопасности поставлена под угрозу. Как поставлены под угрозу базовые ценности, дальнейшая глобализация, а по сути вся философия мирного развития, которая сформировалась после Второй мировой войны. Почему-то часть наших западных партнеров единственное решение всех проблем видит в усилении давления на Россию. В продолжении известной политики сдерживания по всему фронту. По мнению российского премьер-министра, опустевшие рыночные ниши займут страны Азии. Азия – самый быстро развивающийся регион мира, и Россия заинтересована в сотрудничестве с ним. Нам же, в свою очередь, нужно развивать в Сибири Дальний Восток. Разговоры о переходе российской экономики на мобилизационный путь неуместны, но определенные корректировки потребуются. Дмитрий Медведев рассказал и о мерах поддержки отечественных производителей, и о других способах решения макроэкономических проблем. Крымчане дали нам урок того, как можно и нужно верить в Россию, и с этой верой добиваться исторических результатов. Подвел итог премьер-министр. Правительство Крыма на международном инвестиционном форуме в Сочи представляло исполняющие обязанности главы Сергей Аксенов. Сегодня все субъекты России готовы к сотрудничеству с вновь обретенными собратьями. Одними из первых документы подписали Чувашия, Северная Осетия, Алания, Карачаево-Черкесия и Сахалинская область. Условия соглашения устраивают всех. Речь идет о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Собственно, оно никогда и не прекращалось. Однако теперь появились куда более широкие возможности. Отдельное соглашение подписано с городом, имеющим особый статус – с Севастополем. Председатель севастопольского правительства Сергей Миняйло отметил, мы никогда не теряли духовной связи с Россией. Что дает это соглашение? Это соглашение, первое, дает то, что мы ближе становимся к тем людям, которые 23 года помогали Севастополю и Крыму. Второе – это дает нам возможность выйти, интегрироваться, как сейчас можно говорить, в экономическое поле, в информационное поле, в законодательное поле. Мы обмениваемся к тем, воспринимаем и впитываем опыт, тот, который есть в других субъектах. Очень много вооруженцев Чувашской республики избрали в свои молодые годы путь служения Отечеству. И много очень офицеров, которые по сей день там служат, создали семьи. Когда несколько месяцев назад они приезжали к нам со слезами на глазах, рассказывали, как сложно и тяжело. Сейчас приезжают, улыбаются, настроение другое, поэтому все сделаем готово, чтобы наши молодые люди, наши дети, наши ветераны ощущали комфорт. Режим форума более чем плотный. За три дня прошли около 40 панельных дискуссий, круглых столов, семинаров. Даже завтраки использовались для работы. Первый деловой завтрак провел руководитель Сбербанка и видный экономист России Герман Греф. Вопрос обсуждался наиважнейшее – поддержание макроэкономической стабильности. Что важнее – сбалансированность бюджета или ускорение роста? Насколько эффективны меры бюджетного стимулирования? Достаточно ли ресурсов, чтобы стимулирование было объемным, а его эффект ощутимым? В дискуссии приняли участие министр финансов России Антон Силуанов, министр экономического развития страны Алексей Улюкаев, ректоры ведущих вузов экономического профиля. Участники делового завтрака выделили несколько условий эффективности. Налоговая нагрузка на региональные бюджеты не должна увеличиваться. Пенсионные накопления не должны уменьшаться. Иными словами, настало время взять курс на стабильность. Именно такая политика будет соответствовать задачам экономического роста. Суета никому не нужна, ибо это является значимым сдерживающим фактором. Понятно, не первый год говорим об этих вещах, об увеличении или улучшении делового климата. Что мы сделали на уровне республики? Первые шаги, то, что мы сделали, я думаю, и считаю правильным направлением. Потому что у нас бюджет, во-первых, сбалансирован. На бюджет развития деньги выделяли и выделяем. Строим и объекты социальной сферы. Мы констатировали, я еще раз хочу подчеркнуть, наш бюджет, он на сегодняшний день имеет программно-целевой метод финансирования. Это очень важно. Все обещания, которые мы даем через свои принятые нормативные документы, надо стараться по максимуму выполнять. Мы говорили и говорим и констатируем, пустые обещания не давали и не даем. Даже если документы не записаны, где-то мы обещаем, мы все равно выполняем. Понятно, сложно, понятно, непросто, но, по крайней мере, социальное самочувствие тем самым улучшается. И с точки зрения оценок разных институтов, общественных организаций, сегодня инвестиционная привлекательность Чувашской республики с каждым годом повышается. Когда среда создается благоприятная, бизнесмены, предприниматели, они найдут свою нишу, они реализуют свою идею, организуют свою предпринимательскую деятельность. Этому не надо мешать и не надо бояться ничего. Самое главное, они должны знать со стороны государства, какие правила игры выстроены на 3, на 5, на 10 лет. Это самое главное. Насколько комфортно бизнесу в Чувашии можно определить по количеству крупных инвестиционных проектов. Группа компании «Ренова» реализует сразу два. Предприятие по выпуску солнечных батарей и линии по производству перекиси водорода. О степени готовности и о перспективах шла речь на рабочей встрече в переговорных кабинетах форума. Технологический запуск завода состоялся. Там идет наладка основных производственных систем и оборудования. Я думаю, что к 10 октября мы готовимся к такой торжественный запуск и выход уже на промышленное производство в объеме достаточном для исполнения собственных программ строительства солнечных парков, которые есть у «Хэвела». Поэтому здесь все идет по графику. Мы рассказали, где мы находимся и будем ориентироваться на начало октября, на торжественную процедуру открытия. Мы проинформировали руководство республики о ходе подготовки проекта по модернизации части производства «Химпрома». Это строительство, большой инвестиционный проект, приблизительно 2,5-3 миллиарда рублей инвестиций по строительству линии по производству перекиси водорода. Технологически сложный проект. На сегодняшний день мы сделали совместно со шведскими специалистами подготовлена проектная документация. Получено согласование госэкспертизы, рабочая документация, тендер, строительство. Надеюсь, что к 2015 году начнем реальные работы. Новые перспективы для крупных, средних и малых бизнес-проектов открывает для Чуваши соглашение о сотрудничестве со Сбербанком России. Соответствующий документ глава Чуваши Михаил Игнатьев и председатель правления Сбербанка России Герман Греф подписали в рамках Международного инвестиционного форума. В Чувашской республике я хочу потекнуть из 61 миллиарда рублей кредитного портфеля Сбербанка по нашим регионам. Это 50 миллиардов рублей, это реальный сектор экономики. Это промышленность, это строительство, это ипотека. И остальная часть – это потребительские жены. Для Чуваши это уже не первый опыт сотрудничества. Нынешнее соглашение логически продолжило все предыдущие. При этом сам Сбербанк также видит ряд положительных моментов. Пустых соглашений мы не подписываем, отметил Герман Греф. Чуваши была одним из первых регионов, где мы использовали опыт в кризис субсидирования ипотеки. И этот опыт очень хорошо оправдал себя, и мы стали подписывать подобного рода соглашения со всеми субъектами федерации. Сегодня у нас не со всеми субъектами есть, но, наверное, с двумя-третьями субъектами федерации есть подписанные соглашения. Это привело к тому, что в структуре покупки жилья вес ипотеки вырос примерно с 10-11% до 30-35%. Это, конечно, подтолкнуло и жилищное строительство, как и отрасль экономики. И самое главное, обеспечило огромному количеству молодых семей, социальных работников, субсидирующей дефицитной специальности населения получить собственное жилье, что критически важно. По новому соглашению Сбербанк намерен участвовать в реализации жилищных программ, развитии агропромышленного комплекса, энергетики, систем связи, телекоммуникаций, транспорта, индустриальной и инновационной инфраструктуры Чувашии. Общая сумма – более 5 миллиардов рублей. На Международном инвестиционном форуме работали одновременно десятки различных площадок. На одной из них сразу два вице-премьера. Российского правительства провели панельную дискуссию на тему «Как выполнить все обязательства и добиться качества». Перед началом разговора победителям всероссийского конкурса социальных программ вручили специальные премии. Саму дискуссию и конкурс посвятили памяти недавно ушедшего Александра Поченка, человека, который всю жизнь разрабатывал и реализовывал социальную политику в Новой России. Многое сделал для того, чтобы сегодня нам было легче заниматься этим вопросом. Мы сейчас уже знаем, как решать все или иные проблемы. И та команда, которая работала над этим темой еще в 90-е годы, в начале первого десятилетия 21 века, для этого действительно заложила серьезную основу. Александр Поченок раз и навсегда объяснил своим коллегам и последователям, мало просто делать добро. Необходимо, чтобы оно доходило до конкретного адресата и приносило конкретный результат. Именно такие проекты участвовали во всероссийском конкурсе социальных программ регионов. И то, что сегодня мы вручаем премию его имени, я думаю, что это особая ответственность для каждого из тех, кто сегодня эту премию получит. Поэтому я уверена, что получают ее сегодня самые сильные проекты. Но я надеюсь, что вслед за ними выстроится еще целый ряд проектов. Чуваша, участвовавшая в конкурсе, получила диплом победителя в номинации «Человечность» за проект лекотека «Территория игры», который всего за два года принес участникам столько пользы и положительных эмоций, что его решили сделать постоянно действующим. И о социальных, и о культурных, и о спортивных, и о научных, и, разумеется, об экономических достижениях регионов свидетельствовала выставка, развернутая в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2014». В двух словах, в России есть все. И если в одном регионе чего-то не хватает, остальные готовы поделиться. Для этого и существуют горизонтальные связи, подкрепляемые соглашениями о сотрудничестве. Многие заключались прямо на выставке, как, например, между Чувашией и Ямало-Ненинским автономным округом. Подобного рода документ не декларация намерений, а скорее подтверждение существующих фактически тесных отношений. Ямал – это такая территория, которую приезжали осваивать. Мы посчитали более 140 национальностей, которые сегодня живут, создали там семьи, в том числе жители республики Чувашия. Очень трудолюбивый народ. У нас хорошая диаспора, мы хорошо с ними сотрудничаем. Вот поэтому мы открыты к диалогу. Я думаю, в ближайшем будущем в ответным визитам приедем, посмотрим, что сможем сделать. У нас работают различные программы, в том числе переселение людей, места более комфортные для проживания, когда они приходят уже в пенсионный возраст. Поэтому много чего можем предложить, показать, посмотреть. Территория очень богата инвестициями своими. У нас очень много развивается, в том числе диверсификация экономики. Мы уходим от нефтегазовой зависимости и больше занимаемся переработкой. Много строим, строительных бригад. Поэтому у нас посчитали в последнее время, на одного безработного где-то 19 вакансий приходится. Людей не хватает. Если такая проблема есть, всегда готовы принять. Наши производители электротехнической промышленности, микропроцессорных изделий, автоматики, релейные защиты сегодня практически через компании нефтегазовой промышленности поставляют. Сейчас предприниматели уже организовали свое производство. Комплектные трансформаторные подстанции поставляют на места скважины, где практически только можно довести на тягача. Когда озеро замерзает, сейчас новые предприятия, и практически любой мощности, начиная с 10, включая там побольше. Поэтому они рассказывают, как тяжело трудно, но они доставляют, потому что участвуют на конкурсе и выигрывают. Это для нас рынок продажи через вот эти мощные компании на территории Ямала. И поэтому у нас очень много интересного, будем общаться. Кстати, у Ямала-Ненецкого губернатора родственники живут в Чебоксарах, так что с республикой он знаком не понаслышке. А вот у исполняющего обязанности руководителя Ставропольского края Владимира Владимирова никаких личных связей с Чувашией нет. Зато он готов всемирно укреплять и развивать общественное для пользы дела. Есть два фактора всегда. С одной стороны, это возможность получения продукции для Ставрополя. С другой стороны, это возможность реализации продуктов Ставрополя на территории Чувашской республики. Это на самом деле взаимозависимые вещи, потому что без руководства, без внятного руководства республики нам не реализоваться там. Так же, как я думаю, и в Ставропольском крае. Ну вот, допустим, первые направления на скидывали. Какие будут? Я бы, наверное, хотел, чтобы сегодня сельхозпродукция Чувашия, особенно опыт, знаете, который сегодня имеется, он бы пришел на Ставрополь. И то же самое я бы хотел, наверное, чтобы и ставропольчане, и мы тоже могли обогатить и, возможно, заместить эту продукцию, которая сегодня выпадает в рамках наших ответных санкций. За дело на будущее, которое есть у каждого региона, обсуждали и на заседании рейтингового комитета, где были проанализированы итоги пилотного этапа национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. Модератором заседания, в работе которого участвовали эксперты агентства стратегических инициатив, руководители регионов, бизнесмены, выступил ректор московской школы Сколково Андрей Шаронов. В пилотном этапе рейтинга принимали участие 21 субъект федерации. Рейтинг состоит из 54 показателей, сгруппированных в 19 факторах, которые, в свою очередь, объединяются по четырем направлениям. Регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. Рейтинг не является самоцелью, как мы говорили. Это способ идентифицировать лучших и, так скажу осторожно, не очень лучших. Лучшие результаты по показателю разрешения на строительство продемонстрировали Татарстан, Челябинска и Калужская области. Разница в получении разрешения на строительство между ними и остальными регионами в четыре, а по количеству процедур в два с половиной раза. По итогам пилотного проекта агентством стратегических инициатив был составлен сборник лучших практик, где обобщен удачный опыт регионов-лидеров по всем направлениям. Поскольку со следующего года рейтинг будет обязательным для всех субъектов федерации, потенциальные участники внимательно выслушали советы. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в частности рассказал, что власти убедили бизнесменов обращаться со своими проблемами не в адрес местной администрации, а напрямую к губернатору. На регулярных совещаниях проблемы разбираются досконально, никто не выходит из зала до тех пор, пока не будут прописаны конкретные задачи для каждого по решению сложившейся ситуации. Анализ лучших практик показывает, никто из регионов-лидеров, в общем-то, не изобретал новых технологий. Все они лишь нашли способы эффективно использовать то, что есть. У тех, кто не вошел в число первопроходцев, появились критерии для дополнительной оценки своих возможностей, сильных и слабых сторон, отметил глава ЧУАШИ. Включение является человеческий капитал, потом интеллектуальный капитал. Мы считали, считает усилийность головной инвестиций главными человеками. В связи с этим, по развитию промышленности, с учетом проблем импортозамещения, могу ответственно отметить, что предприятия электротехнической промышленности, производство лейтозащиты, автоматики, микропроцессорные изделия, динамики электротехнической сети примерно на 3. То есть здесь молодые коллективы, и то, что на самом деле очень много мы обсуждаем, рынок труда, здесь практически спрос работодателей очень высокий, и все выпускники высшего, среднего, профессионального образования, все будут возрабатываться. И здесь на самом деле теперь предприятия начали выкладывать ресурсы и создают учебные, хорошие, производственные классы, чтобы у выпускников не было страха психологического после завершения, после получения диплома, пришли на взвод, не знают, как обращаться с этим санком или, соответственно, с другими органами. Но слабо и словно мы считаем со стороны должностных лиц муниципального образования, здесь тоже было отмечено, и со стороны федеральной структуры, это выдача исходного разрешения документации. Как бы мы не управляли здесь в ручном режиме, вопросы возникают, и на самом деле сама система нам до конца не выстроена, хотя и в государственном совете сейчас Владимир Владимирович Путин отметил, и вчера Дмитрий Крюшнедведев, что на самом деле полномочия некоторые надо отдельно отдать нашим регионам, в целом, допустим, министерствам, и эти полномочия мы бы сполна ответственно выполнили. Скорее всего, результаты нового национального инвестиционного рейтинга регионов станут темой обсуждения на Международном инвестиционном форуме 2015 года в Сочи, как и многое другое.